Доброго вечера, друзья! Я сейчас на часок пришел на одну деревню, здесь она практически рядом с домом, но я сюда никогда не ходил, где-то здесь должны быть остатки фундаментов, сейчас хочу их просто найти и идентифицировать, а уже потом может быть зашурфиться. И в свете последних событий по поводу выхода второго Деуса много вопросов, много неясностей и непонятностей. Многие люди, я вот сейчас на ревью смотрел, продают свои эквеноксы, продают свои более топовые приборы, интероники некоторые продающие, чтобы купить второго Деуса. Вот и хотел выразить, ну, сказать свое мнение по этому поводу. Также вот у меня спрашивают под последним видео, буду ли я продавать свой Сигнум? Вопрос сложный. Деус второй, конечно, очень интересный. Он отличается от эквеноксов по технике. Если у эквенокса там всего три одновременных частоты, то у второго Деуса 12 разных программ. То есть прибор работает парами. То есть я инструкцию не читал, но я примерно понял так, что, допустим, на первой программе у вас будет частота 4,7 кГц, на второй, там, 7,12 и так далее. То есть для каждого режима поиска будут свои частоты. Если вы пришли по войне, зачем вам 45 кГц? Вам это даром не нужно. Вам нужно, допустим, 4,7. 4 кГц возьмут глубоко, и 7 кГц возьмут тоже глубоко, но уже более мелкую цель. На средневековье вам нужно там 20-40 кГц, чтобы цеплять домонголы, маленькие серые крестики, чешуйки и так далее. Вот. Но эта вещь все-таки достаточно дорогая. И, как я уже почитал, многие говорят, то, что в 2022 году Майнлаб освежит немного свой модельный ряд. То есть ЗОЗО заменит на более усовершенственную модель, потом ЕТРАК заменит, и ЭКВИНОКС увеличит в модельном ряде. То есть сейчас 800 ЭКВИНОКС будет там 1000 или 1200. И одновременно с этим сейчас 19 ноября выйдет НОКТА. Тоже мультичастотная. Вот. Также из открытых источников я узнал, что АПЕКС и НОКТА заказали приборы у одной и той же компании. То есть своих инженеров у Гаррета, как я понял, нету. У НОКТА тоже своих инженеров особо сильно нету. Основу они заказали у американской компании, которая все это делает. И АПЕКС вот они уже сделали, и вот эту вот НОКТА они тоже сейчас будут делать. Вот. И что еще вот хочется сказать. Эра одночастотников уже прошла. То есть даже вот в бюджетном сегменте, ну, относительно бюджетном сегменте есть уже АПЕКС. Сейчас будет НОКТА. В среднем сегменте есть Эквинокс. И в топовом сегменте, то есть за 100 тысяч, это будет Деус и Интроник. Вот так вот. Но чем Деус выигрывает у Интроника? Все вы его видели. Это большая, тяжелая вещь. Если мне со своим Сигнумом по лесам тяжеловато ходить, то Интроник потяжелее. И мне кажется, он чуть-чуть неудобный. Здесь у него аккумулятор, бабушка такая стоит, цепляется за все. Провода вот отсюда, вот усилители идут. И для смены частот ему нужна другая катушка. Технология там интересная. Но вот из-за нескольких катушек, из-за тяжести, из-за проводов он в этом проигрывает Деусу. Те, кто хочет купить топ, они выберут второй Деус. Те, кто хочет бюджет, они, скорее всего, будут между Апексом и Ноктой. Но надо ждать вот этого, ну, эту новую Нокту, чтобы посмотреть, что там за технология, как он работает, что он из себя вообще представляет по глубине, по цепкости и так далее. Он будет на базе Симплекса. Вот. Симплекс мне понравился эргономически, как он работает. Но все равно что-то в нем не особо хорошо. Вот какие-то моменты мне в нем не очень понравились. Вот так вот. То есть, вот все сегменты уже многочастотные. И новые Копаря уже будут покупать уже многочастотные. Ой, мультичастотные. Здесь я в видео сделал ошибку. Я написал многочастотный. А надо мульти. Разница в чем? Мультичастотные это одновременно, многочастотные это одна частота. И есть возможность переключения разных частот. Вот как вот у Деуса можно включить там 20 кГц, можно включить 10 кГц и так далее. То есть, возможность частот большая, но они работают по одной. Вот. Это многочастотные, а мульти, это все работают одновременно. Ну, как все там, две-три частоты. Вот так вот. Так, время уже темнеет. Хотел бы что-нибудь сегодня хотя бы определиться с будущим местом для шурфа. Пойдемте хоть чуть-чуть посмотрим. А бобры не дремлет. О, сколько уже поели молодняка. Вот я сейчас на ихней тропинке стою на бобриной. О, как все запрудили. Заболотили. К сожалению, в такой траве сложно что-то найти. Сейчас попробую вон в другую сторону, вон туда сходить. К деревьям. Может быть там какие-то следы остались. Здесь даже и следов я не найду. А так вот, даже с того времени, небольшая переправа осталась. Бобры здесь, конечно, хозяйничают. Раньше, я думаю, она поменьше этой речки была. А может и такая же. А вот, что касается мультичастотности. О, бобриная хатка. То за ней будущее. Технологии будут развиваться. Сегодня, допустим, одновременно работают три частоты. Через три-четыре года будут одновременно работать все сорок. То есть от четырех до сорока. Возможно так. И здесь уже надо смотреть по своему бюджету. Так вот, звонок меня отвлек. Все зависит от бюджета. Каким бюджетом вы располагаете. Если бюджет небольшой, то это Apex или Nocta. Если бюджет средненький, то это Equinox. Если более топовый сегмент, то это, конечно, Deus или Intronic. Вот я как-то здесь вот был давным-давно, когда еще с Аськой не ходил. Вот где-то здесь наверху еще должен быть фундамент. Я его четко помню. Вот эти вот деревья, они вот в ряд стоят. И это деревенские деревья. И где-то здесь должен быть еще нераспаханный фундамент. Но есть вот край поля, а он туда подальше. Где-то он должен быть. Где-то там поглубже. Ну вот такие вот мои мысли. Так что все мы со временем перейдем на мультичастотность. Рано или поздно. Если посерьезнее заниматься, то перейдем. А если уже не, так скажем, несерьезно, то можно остаться со своим одночастотником и выезжать на КОП уже по возможности, по желанию, как вот чистое хобби. Ну все, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова